Здоровайся! Здороваюсь! Друзья, всем привет! Про Икея снова в Нижнем Новгороде. Меня зовут Просина Татьяна, с кем мы не знакомы? За таким огромным операторским пультом. Непонятной штуковиной. За непонятной штуковиной мы, муж Просин Дмитрий. Все вместе мы являемся создателями данного канала и действующей службы доставки Икея в городе Саранск. По вашим многочисленным просьбам, а я постоянно провожу опросы в инстаграме, вы можете присоединяться, чтобы там давать нам обратную связь. Очень много вопросов, а что есть сейчас на данный момент в ассортименте из кастрюлек. Казалось бы, такая банальная тема, но при этом каждый божий день этими кастрюльками мы пользуемся. Поэтому мы нашли время, приехали и снимаем для вас такой обзор. Прям сходу, да? С мест в карьер. Давай. Без предыстории. Вообще, я довольна икеевской посудой. У меня линейка Умберли, которая сейчас начинает возвращаться. Многие-многие годы мы этой линейкой пользуемся. Набор посуды. Квельсварт. У нас здесь вот такая коробка. В коробке пять предметов. Это ковш малый, ковш большой и кастрюля. Значит, кастрюля на четыре с половиной литра. Вот она. Ручки сейчас специально сделаны так, что они особо не нагреваются. Но был отзыв у клиентов, кто посильнее делает газ, идет немножечко запашок. Поэтому расскажите, как у вас. Для выхода пары отверстие есть. Крышка удобная. Если что-то выплюнул с нос, оно идет по крышке. На плиту не заливается. Ну, если только совсем не бурление. Большой ковш два литра. В принципе, на семью из четырех человек. Вот мне такого объема вполне хватает. Аккуратно с покрытием. Сейчас я расскажу отдельно про покрытие. Значит, у нас это алюминий и антипригарное покрытие. Ребят, это не тефлон. Просто антипригарка. Данная посуда подходит... Вот, Дим, кстати, давай прям сразу значки показывать. Получается для индукции, для стеклокерамики и для газа. Вардается вот в такой очень удобной коробочке для перемещения. И маленький кувшик на литр. Он без крышки идет? Он без крышки. Крышки только большие. Пойдем дальше. Дальше у нас линейка Вардаген. Вардаген, называйте как угодно. Это у нас стальная серия. Кстати, на ту серию, которую мы только смотрели, гарантия 2 года. На Вардаген 5 лет. Это стали и эмаль. Перед нами сейчас кастрюля трехлитровая. На данный момент, а снимаем мы в конце марта 2021 года, по Икея Фэмили цена 1599 вместо 2000. Сделана она у нас в Таиланде. Таня, вот правда, может и в тему, если бы она по другому цвету, то прям, значит, горчок. Да, Дима, поэтому и по Фэмили. Была бы она такого, знаешь, молочного цвета, ее бы разбирали с руками. Теперь смотри. Ключевое. Эту посуду можно ставить в духовный шкаф, стеклокерамика, газ, электро и еще какое-то обозначение. Обычное. Стеклокерамика, газ, электро и индукция. В общем, все виды. Она не накаляется. Ну, как не накаляется? В рамках разумного, да? Трехлитровая кастрюлька. Давай посмотрим, заглянем вовнутрь. Она довольно-таки увесистая, но помню, что это эмалированное покрытие и оно легко откалывается. Дырочка. Я тебя вижу. И смотри, крышка. Ну, правда, прямо вот. Ночная ваза. Когда идет он? Использует двойное назначение посуду. Дима, бывший повар, для него это смешно. Как можно в такой посуде готовить? Да нет, мы в таких нет, вообще ничего не делали. Поэтому с ней аккуратно, ну, не знаю, у меня такая посуда не приживется. Просто я такую не воспринимаю посуду. Для тебя это не посуда. Нет, не могу смотреть. Так, кастрюля с крышкой по принципу, ну, такой утятницы. Пятилитрушечка. Тоже сейчас по family, скидка 500 рублей. Просто я забегу в пирог, мы потом по коже покажем уже нормальную я, из чего можно сделать. И утятницу, и просятницу. Ворчит, ворчит, ворчит. И сковороядницу. И сковороядницу главное. Куда же без сковороядницы-то? А следующая линейка, друзья, это Hemglat. Она у нас пришла на замену линейки Shenko. Продается все это по отдельности. На самом деле, сейчас выбор небольшой. Имейте, пожалуйста, это в виду. Здесь уже тефлоновое покрытие. Сделано сие счастье у нас в Китае. Вот они, линии обозначения. Что с ней можно делать? Газ, стекло, керамика, электричество, индукция. Сифлон. Здесь уже класса Select. Четыре звезды. Довольно-таки хорошие, прочные, судя по, например, сковородкам с таким же покрытием. Кастрюля. Трехлитровая крышечка. Чем мне не нравится крышка сразу, как хозяйки, Дим. Она все время будет залапанная. То есть ее надо все время... Ну и стекло, думаешь, лучше. Силиконовые крышки я люблю. Нет. Сама кастрюлька, ручки, ручки на болтах и из такого прорезиненного материала. Сейчас скажу даже, что это. Это пенополиуретановая пластмасса и фенопласт. Кстати, по ним нареканий нет. У клиентов запаха нагорания нет. Следующая кастрюля пятилитровая. Чем она хороша? Смотри. Уже сетка большая для выброса. Крепеж у крышки. То есть здесь можно поставить на медленный газ, например, на тушение. И все будет очень хорошо. Дно довольно-таки большое у данных кастрюлек. Поэтому, ну, как бы такие, да, тушительные моменты делать можно. Стоит она 1600. Ну, при текущих ценах вообще на все это более-менее адекватно. Дальше мы переходим, ну, это логично. Это пароварки. Вставка пароварка для макаронных изделий. Многие умудряются манты и пельмени. Хинкали в них делать. 549 рублей на 5 литров. Давай покажем, как это будет выглядеть в кастрюле. Хоть что-то должно быть. Выглядеть это будет вот так. Прослойка между ними, ну, где-то с два пальца. И есть еще вот такая вставка пароварка. В одну кастрюлю можно ставить две-три вставки. Это, это рассчитано на 5 литров. У меня такое подозрение, что вот это малая. А нет, да, тоже пятилитровая. Вообще, вот смотри, кстати, моя любимая кастрюлька. Уберлик. И на ней вставочка пароварка. Смотри, получается, крышку можно и закрыть сверху, да? Пойдет размер. Да. Поэтому она и столько дырочек, что там можно парить. Парить. Парить, жарить, кашеварить. Ребят, по ходу, у кого какие икеевские кастрюлики? Пишите. И еще, по странам ассортимент отличается. И когда, например, просят рекомендацию, мы не всегда знакомы с этим товаром. Мы знаем тот товар, который проходит через наши руки. Через наши руки за 11 лет я не знаю, сколько тонн уже прошло. Тысяч тонн. Потому что минимум в две недели, в два раза в неделю... Можно было сказать, можно выложить, допустим, расстояние будет как нижнюю дубаску. Даже боюсь, что будет больше. Эти разложить мебель в ряд? Да не, мне кажется, больше. Смотри, 11 лет, два раза в неделю. Минимум 2 тонны приезжают. То есть 4 тонны минимум мы в неделю привозим из Икеи в Саранск. Пойдем еще дальше показывать. Новая пароварка бамбуковая. Честно, когда мы ее снимали как новинку, Дима ржал. Это говорит, что и для чего, и что с этим делать. Вообще мы сначала подумали, что это какой-то... И как-то долго это хватит съела, потому что она хлипковатая. Очень хлипковатая. Это новинка. Отзывов, честно, нет. Один раз клиентка купила, ну не как пароварку, как красивую шкатулку. Она говорит, мне подходит по стилю. Она покрыла ее лаком. Ну, в принципе, как шкатулка-то вполне естественно смотрится. В общем, у кого-то шкатулка, у кого-то пароварка. Ребят, мне очень хочется услышать отзывы живые, кто этим пользуется. И какой вкус, кстати, отличается ли от металлического? Вот передаст ли вот этот бамбук... Бамбук. Свою нотку, вот эта древесность. Хинкали. Хинкали вот здесь и вот здесь. Какой вкус. Юрьевич, а ты купи и проэксперимизируй. Икики просто как вот это не ведет. Ну, в принципе, заранее ущербные товары не вводят. А если вводят, то быстро выводят. А так как продается уже где-то около полугода и, в принципе, продается... Может, более в теплых территориях это более популярный продукт. Вот эту крышку нельзя дома использовать. Можно мужа убить. Вот. Вот, ребята. Вот эта вещь. Вот это, да. Вот это я понимаю. Вот это приборчик. Пятилитровая. Вот как приготовишь мужу борща. А тут не в этом дело, понимаешь? Она же чагуняка. Она же равномерно нагревается. Оно... Протамливает. О, там так вкусно будет. Давай купим. Бери, разворачивай. Пять литров 25 лет гарантия. Это реальные 25 лет гарантии. Это к чагуняке хватит еще даже вашим внукам. Давай теперь с ней разбираться. Значит, пятилитровая кастрюля вот такой формы и вот такой казан. Я уверяю вас, разница небо и земля между вот этой штукой. Между железякой. Да, между... А тем более вот этой вот, да, которой я смеюсь, да, которая блестит. Не знаю почему. И вот эта. А, кстати, разница в цене не сильно большая. Та 2 200, это 3 500. Лучше такую. Это вообще... Ее даже и на костер кинул. Ну, я не знаю. Давай показывай. Ее ничего не будет. 3 500. 5 литров. Это казан. Кастрюля 3 300. Огонь. Индукция. Электро. Стеклокерамика. И духовка. Куда угодно. На костер положили. И все-все-все. Всевозможные способы. И теперь же казаны стали еще и без элементов эмулировки. Раньше, помнишь, были белые казаны такие молочные? С эмулированными. А ну да, снаружи, а внутренние обычно. Да. И они очень быстро облетали. Теперь Икея сделала такой грубый и убиваемый казан. Брутальный. Дим, я бы хотела еще показать 3 ковшика и 2 сотейника. Пойдем. Потому что я очень часто большой сотейник икеевский использую вместо кофтера. Так, ковши. Так, Хемглад мы показывали. Ковш. Любимый Димин? Любимый ради смеха. Вардоген. Стоит 1000 вместо 1500. Ребят, это приличная скидка. Это о чем-то говорит. Имейте в виду. Объем 2 литра. Дальше у нас будет ковш с крышкой Хемглад. Двухлитровый. С той же линейки, как кастрюльки. Крышечка у него кто-то... А нет, литровый без крышечки. Здесь тефлон тоже Select, 4 звезды. А вот сам классический ковшик с крышечкой куда-то Васенька увел. Не могу показать, чтобы вот так взять. Это у нас двухлитровый базовый ковш. В чем разница между, например, самой первой бюджетной и Хемгладом? Это именно такое софт-тач покрытие. Очень приятно к руке. Вот они... А, это стоят литрушечки без крышечек. Дальше набор ковшей ковалькад. Помнишь, выходили красные? Ну, куда-то их ветром сдуло. Была ограничка, конечно. Ковалькад остались только такие. Гарантия 2 года. Здесь уже просто будет... Здесь, кстати, тефлон. Тефлон Classic. Объем литр полтора и два. То есть, в принципе, на семью единственное, что крышечек к ним нет. Крышечки либо вот силиконовые разного размера. Можно в том числе и у Икеи это взять. Чем мне нравятся икеевские крышечки силиконовые, они прямо вот так от души. Гарантия 2 года. Очень аккуратно ими, пожалуйста, пользуйтесь. Тефлон класса Classic. Это один из бюджетных тефлонов, и он очень нежный. С ним нужно аккуратно. Поэтому это либо пластиковые, либо силиконовые деревянные лопатки. Но никаких железок. Мы дошли до сотейников. Вот мой это Vox сковорода. Кстати, Vox сковороду многие тоже берут в качестве большой кастрюльки. Когда, например, нет необходимости. И там часто... Очень безумно, удобно готовить. Особенно это подойдет тем, кто любит еду подбрасывать, мешая. Не мешая, а мешалкой. Как минимум. Тырин, 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 тырин. Нормальный профессиональный поворот. Химгла 28 сантиметров. Это у нас тоже тефлон Select. И гарантия на него стандартная, так же, как и на ту серию. Это классический Vox. Но Россия голь на выдухе и хитрая, не зря говорится. Использует очень многие не по назначению. Давай уж заодно расскажем про сотейники. Почему я тебя прямо сюда притащила. Начинает возвращаться многими поварами любимая линейка Sensual. Гарантия на Sensual 25 лет. Цена 2300. Очень тяжелый сотейник. Толстая, очень просто дно толстенное. Еда здесь протамливается. Тоже можно мыть в посудомойке, готовить в духовке и все виды плит. Кто клиенты пользуется и подружились с этой серией, здесь нельзя готовить без масла. Поэтому я как химик рекомендую это топленое маслом или масло кхи. Но, к сожалению, сейчас очень много в магазине подделок. То есть просто жир подкрашенный. Поэтому, честно, я масло покупаю у одной знакомой тетушки в деревне. Скажут, замороченные, да? Но если уж мы на изнанку икеевскую посуду выворачиваем, представьте, что у нас в жизни происходит. На самом деле, они самые добротные. Здесь полностью металлическое все. Даже элементы крепежа. И вот я сейчас уже говорю отзывами наших клиентов, наших покупателей. Здесь есть грудоировочная шкала. Сейчас мало где у Икеи это осталось. Можно покажу? У нас просто очень три ресторана в городе любят эту посуду. Сейчас, сейчас. Чтобы тут наглядно было видно. Не как фокус. О! Фокус Терекция. Ну, там заметно был. Поэтому, кто хочет более профессиональной посуды, вот здесь более-менее сравнимо с Цептером. Ну, Цептер такой конский ценник на кастрюле. Слово профессиональное, профессиональное. Я бы не отнес ее. Почему? Самое профессиональное. Это чем дороже, тем лучше. Но, смотри, она и по весу, и толщина, и другое. Соответственно, на дольше хватит. Мне тяжело держаться. Профессиональная посуда немножко другая. Другая? Чуть-чуть будет другая. Ну, а почему у нас кафешки в городе на них готовят? А потому что дешевле. Дешевле, чем профпосуда. Вот эти моменты тоже, пожалуйста, учитывайте. Дальше есть сотейник из линейки Half Cup. Ну, бюджетно-бюджетно, ребят. 500 рублей, алюминиевое покрытие антипригарное. Ну, честно, ни о чем. Но знаю, что берут, кому-то нравится. У меня не зашел. И пойдем покажу последний предмет сегодняшнего обзора. Мою гордость, мой самый любимый сотейник. Вот он. Раньше это называлось линейка Шонка. Теперь эта линейка называется Hemglad. У нас у родителей, у Димины мамы, у нас у самих данные предметы есть. Нам она часто заменяет кастрюлю. Очень удобно. 1326 см. Тот же Teflon Select. Тот же гарантийный срок. Хорошая стеклянная крышка. Можно томить, тушить, жарить, парить. В духовку только не поставить. У меня все, отчет окончен. Ну, немножко не по теме, но тема будет касаться... Посуды. Ножи из Дамасской стали в наличии есть, ребята. Но только через выписку. Подходите к менеджеру, выписывайте и оплачивайте. Ты думаешь, тебя кто-то понял? А если новички на канале? Ну, потому что все, большинство знают, кто же более-менее следит за нашим творчеством. Это информация не для новичков. Да, кто более-менее следит за нашим творчеством. Я всегда жаловался, где ножи из Дамасской стали. Они есть. Да. Они есть, оказывается, да. Но только они выдаются через выписку. Спасибо за информацию. Не знаю почему. Боятся, что к роду. Я не знаю, как нож можно убилить. Можно. Здесь все можно. Ребят, надеюсь, чтобы обзор вам был полезный. Он хоть и небольшой. Потому что кастрюль, к сожалению, так как в Стамбуле, например. Кто хочет, как Дима говорит, супельки пожевать, заходите в стамбульские влоги либо в обзоры по Стамбул. Там кастрюль. Вот столько. Ну, чтобы вы не смотрели все влоги в Стамбуле, третья и четвертая серия. Нет, это влог. А у нас есть обзор Икеиста. Обзор, да. Ну, либо через поезд. Да. Ребят, пишите свои комментарии. Пишите, какими вы кастрюлями, сотейниками пользуетесь. Нравится или нет. Возможно, вы нашли для себя не икеевскую посуду и вы ей довольны. Тоже делитесь. На нашем канале это можно. Мы не кусаемся. Главное, чтобы это была честная рекомендация. И для жителей города Саранска очень многие, потому что, посмотрев облор, не понимают, где нас искать, хотя адреса все есть. Все внизу в описании к каждому видео. Проходите на наш сайт, проходите в наши соцсети, обращайтесь. Как я уже упомянула, у нас машина ездит два раза в неделю и срок ожидания буквально два-три дня максимум. Квалифицированный менеджер, либо мы с Димой в любой момент вам поможем. Ну, я закончу обзор словами. Чем дороже? Посуда? Посуда, тем лучше. Это как с машинами? Да. Запорожец тоже есть? Да. Лучше у вас пользоваться любимой сковородкой много лет, чем менять сто раз? Ну, тоже в этом логика есть. Ну, если ребенок, например, только начинает учиться готовить, подросток, тут можно, наверное, бюджет какую-то взять на выброс. Качество блюда меняется. Ну, да. Когда ты будешь готовить на разных сковородках, разной ценовой категории, у тебя получится разное блюдо. С этим я согласна полностью. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok